добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о наставничестве очень важная и очень тонкая и очень такая критикуемая часть наставничества это подотчетность если вы принимаете решение быть чьим-то учеником то вы должны отдавать себе отчет в том что вы должны стать подотчетным человеком что это значит это значит что ваш наставник имеет право привлечь вас к ответственности не просто спросить что ты там натворил ай-яй-яй-яй как ты плохо поступаешь нет у него есть власть если вы нашли себе человека которого вы считаете наставником вернее вы считаете что он может быть вашим наставником дайте ему три власти или в трех вещах дайте ему разрешение первое разрешить ему вас любить это одна из самых таких трудных вещей для христиан особенно для мужчин очень трудно позволить кому-то нас любить мы сами готовы давать любовь в своем конечно понимании но как только мы доходим до того чтобы позволить кому-то нас любить у нас возникают проблемы второе вы должны дать ему право вас учить вот эта фраза из 12 стульев не учите меня жить лучше помогите материально она актуальна сегодня так же как и в двадцатые годы двадцатого века когда к нам приходит человек и говорит ты должен поступить так и так тебе нужно исправить то-то и то-то ты внутри думаешь что ты меня учишь жить просто сделай это за меня в многих культурах особенно в славянской культуре словосочетание помоги мне буквально переводится на русский язык как сделай это вместо меня это очень хорошо продемонстрирован на примере одного человека достаточно близкого для меня он приходит однажды ко мне и говорит я хочу чтобы ты помог мне сделать забор без вопросов я помогу тебе сделать забор я приезжаю он выносит ящик с инструментами дает мне молоток и гвозди доски горит вперед и уезжает вот это его понимание помоги сделать забор сделай его за меня и многие христиане сегодня живут точно так же они говорят послушай дорогой у меня проблемы и у меня проблемы допустим в семье мне нужна твоя помощь помолись за меня каждый раз когда ко мне приходят ребята и говорят послушай помолись за меня игры нет давай мы сделаем по-другому ты будешь молиться в этой ситуации с восьми утра до девяти и я буду делать это вместе с тобой а в четверг мы вместе будем поститься я вижу как люди начинают грустнеть на глазах потому что ему хочется чтобы я молился вместо него я вместо него постился а потом еще поговорил с его женой и сделал так что теперь она будет хорошо к нему относиться друзья так это не работает наставник должен иметь право учить тебя тем принципам которые приведут к успеху они делать это вместо тебя третья вещь самая потрясающая ты должен дать право своему наставнику тебя наказывать оба на а я же взрослый мужик я же взрослая женщина меня батя не наказывал а тут кто-то мне будет накал но послушайте наказание это конечно не главная часть дисциплинирования но фундаментальное если не наступает ответственность за проступки то дисциплинирование просто-напросто невозможно очень часто приходят к нам дети они говорят прости меня я там чашку разбил но знаете опять же как это звучит на русском языке не наказывая меня тогда мы просим прощения мы большей мере хотим избежать наказания но бог наказывает всех почему он это делает потому что ему важно нас научить и так три вещи которые вы должны позволить своему наставнику любить учить и наказывать